здравствуйте уважаемые коллеги я вас приветствую давайте продолжим изучать ряды фурье в пространствах со скалярным произведением давайте с вами такую теорему обсудим теорема 2 так ну что мне здесь поехали пусть у меня не к ортогональная система привет гильбертовом пространстве а в б и пусть у меня фиксирован элемент x из в тогда следующее утверждение эквивалентное ребят следующее утверждение эквивалентное не переспрашивайте что это такое здесь написано итак первое для любого эпсалон больше нуля найдутся c1 ну в общем случае комплексные числа такие что норма x и линейной комбинации меньше эпсалон второе значит x является суммой своего ряда фурье по системе ек и третье справедливо следующее равенство называется равенство парсиваль а равенство парсиваль а давайте докажем это важное утверждение итак доказательства получим импликацию из 1 следует 2 ну что а пусть зафиксировано положительный эпсалон и выполнено условия 1 тогда ребят скажите пожалуйста а я хочу применить минимальное свойство коэффициентов фурье что будет если я здесь заменяю на коэффициенты фурье это может только улучшится до оценка то есть она может быть только меньше но не увеличится тогда пишу по свойства минимальности коэффициентов фурье имеем 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 что ну вот если я рассматриваю вот такую вот разность то она меньше либо равна вот такого выражения которое меньше эпсалон вот пишу эпсалон и значит при n больше n большое имеем и вот такую вот запись запись ребят я еще раз воспользовался теоремой 1 вы согласитесь я рассматриваю ну n длины n маленькая тогда что у меня вот здесь записано у меня записано вот не пишите это я просто поясняю откуда это взялось первый коэффициент n да коэффициент и дальше нули ну вот до n маленькая а если я рассматриваю вот такую вот n то по свойству минимальности коэффициента фурия этот набор лучше да по нему может это выражение быть только меньше правильно вот это же не обязаны быть коэффициентами да фурии все понятно поэтому в силу вот этого условия выполнено неравенство и я могу поставить здесь эпсалон так коллеги ну а теперь давайте с вами почитаем что здесь написано итак какое бы я эпсалон не взял у меня найдется номер начиная с которого вот эта вот разность будет меньше эпсалон что это означает ну абсолютно верно следовательно такой ряд сходится и x является его суммой пишу ну ставлю точку так отлично скажите мне пожалуйста что вот здесь нужно написать из 2 следует 1 правильно надо написать очевидно да а почему ну если у нас выполнено то есть выполнено вот это меньше эпсалон по условию так ну значит нашлись такие коэффициенты пойдет так отлично ну просто вот тут доказано ничего значит равносильность условий 2 и 3 следует из дождистого бесселя который мы мимоходом получили в теореме 1 ну давайте я его напомню значит посмотрите пожалуйста вот так оно должно было выглядеть и мы давайте с вами посмотрим верно ли что оно дает нам равносильность условий 2 и 3 ну давайте посмотрим пусть выполнено условия 2 а х является суммой своего ряда фурье ну тогда что означает ну тогда вот такие вот суммы с ростом n куда стремятся к нулю ну это означает сходимость этого ряда вот сюда что и записано в равенстве парсиваля так вот с другой стороны если у меня выполнено равенство парсиваля то это означает что правая часть вот это стремится к нулю с ростом n ну тогда это означает что частичные суммы по норме приближают х ну а это означает что х является суммой вот это фурье понятно коллеги все замечательно вот получено утверждение давайте его переформулируем скажите что здесь написано вы согласитесь я здесь написал для любого х и пошло вне да условия 1 2 3 но я же могу это для любого х приписать вот сюда вот сюда так правильно и тогда как это будет выглядеть ну давайте с вами посмотрим как будет выглядеть ну первое условие вы мне должны сказать для любого х для любого епсалон найдутся что выполнено вот это это что за условие какая сходимость какая сходимость ой какие молодцы ну полнота да полнота системы ек так хорошо ну давайте определение дадим значит ортогональная система ек единички до бесконечности в предгильбертовом пространстве В называется базисом или ортогональным базисом давайте в скобках возьму базисом определяем это понятие если любой элемент х из В является суммой своего ряда фурье по системе ек тогда давайте переформулируем теорему 2 напишу теорема 2 штрих пусть пусть ек от единички до бесконечности это ортогональная система в предгильбертовом пространстве В тогда следующие утверждения эквивалентны поехали первое система ек полна второе условие ребят как теперь является базисом ек является базисом третье условие что 1 и 2 эквивалентны тому что для каждого x s v выполнено тождество которое называется равенством парсиваля ну вот коллеги принципиальная теорема этого параграфа вот такая все ли здесь понятно хорошо да давайте получим еще один результат в каком-то смысле он объяснит нам как в другую сторону работает утверждение что сейчас я поясню значит предгильбертово определение предгильбертово пространство пространство полное относительно нормы порожденной скалярным произведением называется называется ну понятно да как называется гильбертовым да ну что давайте теорему три пусть 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 у нас ек это ортогональная система в гильбертовом пространстве h и числовая последовательность альфа к такая что такая что вот такой вот ряд сходится давайте напишу тогда словами запишу существует элемент x из h такой что x является суммой вот такого вот ряда коллеги все ли понятно что здесь написано как только у вас есть последовательность чисел которые удовлетворяют вот такому условию то все это порождается неким элементом x для которого ну понятно в силу единственности коэффициентов по следствию из теоремы 1 что альфа каты будут чем являться коэффициентами фурье икса то есть по ряду теперь по набору чисел мы сопоставляем мы рассматриваем элемент x который для которого этот набор является чем ну набором коэффициентов его фурье по системе якат вот такое утверждение давайте его докажем доказательство очень простое значит рассмотрим частичные суммы вот этого ряда в силу ортогональности системы ик для любых n и p имеем что имеем давайте с вами посмотрим я хочу рассмотреть вот квадрат т нормы ну значит что у нас есть не видно что еще раз n плюс p давайте я сейчас перейду минус sn ну давайте как это у нас квадрат нормы это что такое скалярное произведение на себя так ну записываю так здесь альфа к скалярно коллеги посмотрите что еще раз да 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 н конечно да сказал словами а записал нету рассматриваю частичную сумму последовательность частичных сумм нашего ряда и рассматриваю вот такое вот выражение ну надеюсь понятно да к чему я клоню хочу фундаментальность да это последовательность доказать ну вот состряпал такое что у нас здесь получаем силу ортогональности ну при разноименных до n и m при к не равно у нас получается скалярное произведение е к на ем что в силу ортогональности ноль значит все остается когда к равно м равно к тогда что я здесь имею одну сумму имею вот отсюда сюда что здесь отсюда вылазит из второй суммы альфа к сопряженно альфа к на альфа к это альфа к модуль в квадрате так и е к на е к это что такое норма е к тут модуль я оговорился да модуль альфа к в квадрате а здесь норма е к квадрате ну что коллеги всем ли видно что это есть разность сигма n с плюс п с таким номером минус сигма n где у нас сигма к это последовательность частичных сумм нашего ряда а ряд этот сходится ну тогда что по критерию каши эту разность можно сделать меньше эпсалон дать ну там эпсалон в квадрате хочу ну тогда будет меньше эпсалон и вот так вот вся идея ну давайте я эту идею зафиксирую зафиксирую и так и так по критерию каши сходимости числовых рядов у меня для любого эпсалон больше нуля найдется номер что для всех n больше либо равен большой для всех п натурально выполнена ну вот n n плюс p альфа к в квадрате на е к норма в квадрате меньше эпсалон в квадрате в квадрате квадрате нормы разности s n плюс p минус s n будет меньше эпсалон ф квадрате. Следовательно, последовательность Sn фундаментальна, а значит в силу полноты h Sn сходится. Правильно, коллеги? То есть существует элемент xsh такой, что x является суммой этого ряда. Все, утверждение доказано. Хороший параграф, на мой взгляд, тут какая-то линейная алгебра. Все в основном какие-то вызывания и только на последнем шаге какое-то простое утверждение из анализа, фундаментальность, последовательность. Коллеги, можно ли продолжать? Все ли понятно? Да, хорошо, давайте я теперь получим выводы для конкретной ортогональной системы, для тригонометрической системы. Ну и вот с вами посмотрим, что у нас есть. Так. Хорошо. Давайте вот такой заголовочек. L2 теория рядов урии. Ну что, ребят, мы начали прошлую лекцию, посмотрите, пожалуйста, с примера, ну после там, посмотрите, как второе утверждение, наверное, да, прошлой лекции, о том, что система тригонометрическая какая? Полная. Ну а если у нас посмотреть на сегодняшний результат первый, то полнота, теорема 2' эквивалентна тому, что тригонометрическая система является ортогональным балисом в L2. Так. Ну вот я это и пишу. Итак, тригонометрическая система, записанная в вещественной форме или комплексной, является базисом в L2T. Ну а что это означает? То есть, да, любой, любая функция из L2 является суммой ряда, суммой своего ряда фури. Значит, итак. Все это. Коллеги, все ли понятно? Кроме того, ну в теореме условия на базисе эквивалентна тому, что выполняется равенство парсивали. Давайте напишу. Кроме того, справедливо равенство парсиваля. Ну как оно теперь записывается, да? Вот так записывается. А здесь я должен что записать? А0 по модулю в квадрате на скалярное произведение 1 и 2 на себя. Так. Плюс АК в квадрате сумма АК в квадрате на косинус КХ. АК в квадрате на скалярный квадрат синус КХ. Ну давайте я сейчас соображу, да? Тут у нас... Сейчас. Что я должен, да? Вот так взять коэффициент. Ну, сейчас я соображу, с вами обсужу. Давайте я сейчас закончу. И соответствующее равенство здесь, как у нас запишется. М от минус бесконечности до бесконечности. Так. К квадрате. Так. Ну, наверное, лишнее, да. Ребят, ну вот это я пока формально записал, ну, стер там, да? Теперь давайте с вами рассмотрим, что у нас здесь получается. Скажите мне, пожалуйста, как у меня... Ну, вот это вот мы в прошлый раз вычисляли. Скалярное произведение. Ну, вообще, скалярное произведение с функцией, как считается, в L2, T. Вот так, правильно? Вот хорошо. Мы вот это вот посчитали в прошлый раз. Посмотрите, пожалуйста, чему равно? Правильно, 2π. Так, хорошо. Давайте с вами посчитаем скалярное произведение косинуса на себя, КХ. Это интеграл от квадрата косинуса. Раскладываем. Это что будет по формуле? Вот так, да, будет. И это выражение надо проинтегрировать от минус π до π. Тогда интеграл от косинуса 2КХ пойдет в 0. Силу 2π периодичности этой функции останется. Интеграл от 1,2, от минус π до π. 2π длина отрезка на 1,2, это π. По тем же соображениям здесь π. Так, коллеги? Все, хорошо. А вот здесь что получается? 1,4 на длину отрезка 2π. 1,2, да, будет. Ну, π на 1,2, правильно? Все, и в итоге я... Или, да, вот здесь вот по-другому перепишу. Значит, поделю все на π. И получаю следующее. А в квадрате dμ. Это я поделил на π. Левую и правую части теперь здесь должен поделить. Так, поехали. А0, норма в квадрате пополам, плюс от 1 до бесконечности. АК в квадрате плюс ВК в квадрате. И, ну, здесь 2π или вот так. Уважаемые коллеги, ну, вот так это все записывается для тригонометрической системы. Все понятно здесь? Хорошо. Давайте с вами обсудим еще одну вещь. Фактически мы с вами теорему 2' здесь применили в конкретном случае ортогональной системы, тригонометрической системы. Теперь давайте применим теорему 3 для этой. А именно, давайте я чуть-чуть здесь порасписываю подробно. Итак, рассмотрим вот такое вот отображение функция из L2T в L2. По какому правилу? Беру функцию из L2. Должен сопоставить L2. Ребят, у нас встречалось, да, в задачах из задания. Это что из себя представляет за объект? Да, это последовательности. Давайте я считаю, что они бесконечны в обе стороны. Стороны такие, что вот такой вот ряд у нас конечен. Ну, что у нас тут? Норма есть, да. Если я эту последовательность через C обозначу, то норма С, это у нас квадратный корень. Ну что, вот давайте с вами посмотрим, как, да, я должен сопоставить последовательность. Какую последовательность я ставлю? Ну, функцию F сопоставлю последовательность ее коэффициентов Фурии. Коллеги, понятно? В силу линейности коэффициентов Фурии это отображение у нас линейно, так? Пишу отображение F линейно. И по равенству Парсиваля. И по равенству Парсиваля. Ну, тут не совсем хорошо сейчас у меня получится. Ну, давайте, ладно, я сейчас соображу, да, что у нас там выполнено. Ну, давайте, сейчас я запишу. F F вот так, да, в квадрате это норма вот здесь. Получается, что там получается у нас здесь по равенству Парсиваля получается 1 на 2π, да? Правильно. Норма F в квадрате. Ребята, понятно? Это норма по L2, а это у нас так. Ребят, что будет, если я, ну, на коэффициент домножу? Можно ли считать скалярным произведением, ну, еще вот, ну, нормировать скалярное произведение? То есть, скалярное произведение рассматривать вот с таким вот множителем. тогда у меня здесь уйдет, да? Это все в скалярное произведение зайдет. И тогда у меня получается изометричность. Так? Всем ли понятно? Ну, давайте, это я пока парковник. Значит, что я могу сказать? Что это отображение у меня, ну, вот, если я такое бы скалярное произведение рассмотрел, то это оно было бы изометрично, сохраняет норму. Дальше, давайте с вами посмотрим, ну, у нас почти, да, в наших обозначениях, почти оно изометрично, с точностью до вот этого множителя. Дальше, что отсюда в частности вытекает? Всем ли понятно, что это отображение инъективно? Это отображение инъективно. Давайте с вами посмотрим, да, значит, и по равенству напишите f инъективно. Хорошо. Докажем, что это отображение сюрьяктивно. Рассмотрим. Что рассмотрим? Последовательность, да? Хорошо? Последовательность. Так, отлично. Тогда, давайте я вот сюда, покажите, пожалуйста, да? Ну, в силу того, что у нас здесь вылезает множитель 2π, получается, ряд из c катых будет сходящимся, так? Правильно, коллеги? А значит, можно применить теорему Риса-Фишера, так? А что здесь? Я найду, да, рассмотрим. Значит, да, рассмотрим, да, так, из L2. Тогда по теореме Риса-Фишера у нас получается, что найдется функция такая, что она является, давайте напишу, суммой своего ряда, ну, сумма вот эта вот, да? А что за теорема Риса-Фишера? А я не сказал, да, теорема Риса-Фишера это вот теорема 3. Напишите, да, я как-то остаюсь. Теорема Риса-Фишера, теорема 3. Прошу прощения, да, увлекся так. По теореме 3 Риса-Фишера у нас найдется элемент вот. Ну, а теперь и по следствию из теоремы 1, последствия, наверное, 1, а теперь посмотрите, что за следствие из теоремы 1. Вот что мы получили на прошлой лекции следствие из теоремы о минимальности коэффициентов Фурье. То, что если у нас есть сходящийся ряд, то его коэффициенты это что? Коэффициенты Фурье его суммы, так? Это следствие 2, да? Ну, хорошо, следствие 2. Значит, тогда по следствию 2 из теоремы 1 у нас последовательность Sn есть не что иное, как последовательность коэффициента Фурье. Итак, ребят, что мы с вами сделали? Мы с вами доказали сюрьяктивность, то есть отображение Ф сюрьяктивно. мы построили изоморфизм. Изоморфизм пространство L2 большое и L2 маленькое, да? Изоморфизм устанавливается вот таким вот соотношением, мы функции сопоставляем набор ее коэффициентов Фурье по системе, ну, по тригонометрической системе. Все понятно, коллеги? Вот такая переформулировка теоремы 3 для стандартной тригонометрической системы. Давайте сделаем перерыв. Ну что, уважаемые коллеги, продолжаем. Давайте докажем последний результат в этом параграфе теоремы 4 точнее передокажем то, что у нас уже было, теорему о равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье. А именно следующую теорему установим. Пусть F непрерывная 2P периодическая функция имеющая на отрезке минус P кусочная непрерывную производную F' штрих тогда коллеги вспомните, что мы получили. Ряд Фурье равномерно сходится. Тогда тригонометрический ряд Фурье равномерно сходится к F на R. Ну что, докажем о теореме о дифференцировании ряда Фурье имеем. что имеем? Ну вот у нас коэффициенты вычисляются вот так. коллеги, было это такое? Вот. И значит, и значит, выполнено следующее. А я хочу вот это вот уцелить. Значит, модуль n-го коэффициента Фурье Ф равен, ну чему равен? Вот так, да? Для всех n не равных нулю. Так. Целых n не равных нулю. Хорошо. Применю простое неравенство. Так. Хорошо. Ну и теперь объясню, почему в правой части стоит член сходящегося ряда. Ну давайте пишу. Ну что пишу? Так как производные у нас по условию кусочно непрерывно на минус п то то Ф' Ребят, где она лежит? Ну можно сказать, что ее квадрат тоже функция интегрируема. Так. Она лежит вот здесь, да? Ну в силу 2П-периодичности. Ну а раз так, то тогда что? Следовательно ну там неравенство Бесили или равенство Парсивали а что мы заключаем? Что вот это член сходящегося ряда. Пишу тогда у нас вот такой вот ряд сходится. Кроме того вот этот ряд тоже сходится. ну значит в правой части стоит член сходящегося ряда. Ну тогда по признаку сравнения этот ряд с n-ым членом коэффициентом Фурии функции сходится. так. Поэтому по признаку сравнения ряд сходится. Ну все давайте закончим поскольку у нас модуль вот такого выражения равен чему? Ну произведению модуля этого на модуль экспоненты. Модуль экспоненты единица значит у нас получаем вот так. Этот ряд у нас сходится по доказанному. Ну а значит по признаку Верштрасса равномерной сходимости ряд вот с таким членом тоже сходится. Поскольку то давайте здесь запишем для всех x и z и для всех n то по признаку Верштрасса равномерной сходимости функционального ряда ряд Курье равномерно сходится на r. Понятно? А теперь скажите мне пожалуйста по следствию из признака Дини ой как далеко это было ну давайте там посмотрим достаточное условие сходимости ряда. Что там? Если в каждой точке существуют односторонние пределы и обобщенные односторонние производные все согласны что у меня односторонние пределы существуют но функция непрерывна это просто значение и обобщенные односторонние производные существуют так как производная кусочная непрерывна но тогда по следствию из признака Дини у нас ряд Фурье сойдется к f Ну все, пишу. По следствию 2 признака 1 этот ряд сойдется к f. Ну все, коллеги, поздравляю. Это последнее утверждение в этом параграфе. И соответственно на теоропрос вынесу теорему 2 и вот теорему 4 из этого параграфа. Ну все остальное это с доказательством, а все остальное на уровне формулировок определений. Договорились? Ну по остальным параграфам я тоже соответствующий список пришлю. Двигаемся дальше. Давайте я хотел сегодня еще успеть немного поговорить о новом параграфе, новом разделе. Давайте так, чтобы вы... Немного таких мотивирующих слов. Скажите, как нам удалось с вами записать вслед за Дерихле n-частичную сумму ряда Фурье? Ну например, вот так, да. Было такое f от x минус t на ядро Дерихле. Так, ну что такое. Скажите мне, пожалуйста, вот здесь вот интегрирование ведется по t, а x как параметр. Так? Ой, ну давайте поизучаем подробнее эту тему, интегралы с параметром. Может что-то на этом пути получим содержательное. Ну давайте вот так и назовем параграф там следующий, интегралы, зависящие от параметра. Интегралы, зависящие от параметра. Ну что, пусть у меня е под множество РН, а произвольное множество пока дальше будет конкретизировано. Значит, и функция f определена на Декартовом произведении. Давайте без и функция f определена на Декартовом произведении. и f. Вот так. Такая функция при фиксированном второй переменной вот отсюда интегрируема на e. Ну в частности, e это измеримое множество. Будем изучать функции вида. И от альфа, f от x альфа, d мюн x альфа с а. Ну пока произвольно, а дальше, когда мне нужно здесь, ну пока на множестве a функция определена. Не пустое множество, скажем. А теперь, когда я возьму, что, буду задавать какие вопросы. Ну при каких условиях функция i от альфа непрерывна, при каких условиях дифференцирована, тогда соответственным образом мы наложим условия на a. Когда a у нас метрическое пространство или топологическое пространство, можно говорить о непрерывности. Дальше для дифференцированности этого мало, надо нормированное пространство рассматривать, рассматривать r, ну и так далее. Ну для простоты картины, я уж не знаю тут, за общностью не буду гнаться, будем изучать для интервала, для промежутка a. Когда a промежуток. Вот давайте я сформулирую первую теорему. Итак, теорема 1 по непрерывности функции p. Ну поехали. Пусть у меня e подножество rn, как мы договорились, измеримое подножество rn. Так, что я здесь скажу? a промежуток и какая-то фиксирована точка альфа 0 из a. Пусть функция f такова, что первая. Ну давайте с вами посмотрим. Если я зафиксирую вторую переменную, то требую, что такая функция одной переменной, а где она определена на e? Измеримая была бы. Измеримая на e для любого альфа из a. Коллеги, пойдет? Второе условие. Второе условие. Ну что тут? Ну вот давайте я зафиксирую теперь вторую переменную. Первая. Эта функция уже на a определена. Ну вот требуем, чтобы эта функция была непрерывна в точке альфа 0 для почти всех х из e. Так, и третий заключительный пункт. Существует интегрируемая на e функция фи такая, что выполнено следующее. для всех альфа из a и почти всех х из e. Тогда, ну пусть выполнены для функции 1, 2, 3. Тогда функция и альфа непрерывна в точке альфа 0. Ребят, понятно, да, какая идеология? Я должен понять, ну вот должен хорошие свойства с f перебросить на i. Вот какие свойства? Вот пусть у меня функция 1, 2, 3 для нее выполнена. Тогда и от альфа непрерывно. Ребят, я то, что сегодня запланировал доказать, это все простые следствия теоремы Лебега. Давайте это осознаем. Ну так, вот, надо было бы это сказать заранее, тогда бы более-менее понятны были, откуда взялись эти условия. Ну что, коллеги, давайте с вами посмотрим на условия 1 и 3. Всем ли понятно, что они гарантируют существование и от альфа? Гарантируют то, что функция f интегрируема при каждом фиксированном альфа. Ну давайте это запишем. Из пунктов 1 и 3 следует, что f интегрируема на e для любого альфа из a. Ну как там? Хочу по теореме Лебега это все получить. Ну а там для последовательности? Ну давайте последовательность и сделаем. Пусть выберу произвольную последовательность альфа k, сходящаяся к альфа 0. Положим, определим следующие функции. f с индексом k, это есть у нас f от x альфа k. k у нас натуральная. Пойдет? Тогда давайте с вами посмотрим, что здесь написано. Тогда у нас выполнено следующее. в силу непрерывности функции альфа 0. Правильно? Коллеги, так? Вот. И что у нас выполнено? f k от x по модулю аппроксимируется интегрируемой функции φ. Правильно? Это все выполнено для почти всех х из Е. Ну стоп. Так это же условие теоремы Лебега, да? Правильно, коллеги? Что по теореме Лебега заключаем? Тогда по теореме Лебега о мажорированной сходимости... Ну помогите. Да, ну давайте я здесь пока запишу. Интеграл вот такой, да? Лебега сходится к интегралу... Да зачем я? Да, давайте попроще запишу. f k d мю сходится f 0 d мю. Есть такое дело, уважаемые коллеги? А это что у нас такое? Это у нас есть i от α k. А вот это что такое? Это у нас i от α 0. Ну в силу произвольности последовательности, сходящейся к α 0, по гейне я заключаю, что i от α непрерывно в α. А в силу произвольности выбора последовательности α k, сходящейся к α 0, заключаем, что i от. И у нас функция i непрерывно в точке α 0. Коллеги, все понятно здесь? Все, на семинарах, да, все, стоп машина. На семинарах вы чаще всего будете только вот в этой ситуации находиться, а может быть и всегда. Пусть у нас E-VRM Compact, а в качестве множества параметров возьму отрезок. Тогда, значит, и функция f непрерывно на Декартовом произведении. тогда функция i от α непрерывно... Давайте я уже на отрезке АВ. Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, всем ли понятно, как у нас будет следовать... Ну, первые условия автоматом выполняются. Я потребовал непрерывность по двум переменным. Давайте с вами обсудим, что взять в качестве φ. Это замкнутое ограниченное множество Compact в Rn плюс 1, так? Всякая непрерывная функция на компакте достигает... Да, супремо, поэтому у меня модуль f какой-то константой m ограничен, да, сверху. Ну, а значит, константа у нас на множестве конечной меры она интегрируемая функция. Все понятно? Можно, не буду записывать. Все здесь, надеюсь, ясно. Хорошо, продолжаем разговор. Давайте получим теорему дифференцирования. Итак, теорема 2. о дифференцировании функции i. Ну что, пусть e у нас от множества Rn измеримая, а здесь промежуток. И пусть у меня функция f такова, что... Ну, первое. Ну, вот такая функция. Интегрируем она e. Для любого альфа из a. Второе. Второе. У нас вот эта вот функция дифференцируема на a для почти всех x из e. И третье условие. Существует интегрируемая функция фи, интегрируемая на e функция f. И такая, что выполнена следующая. альфа из a и почти всех x из e. Тогда и от альфа дать и дифференцируема на a, и ее производная есть интеграл от частной производной f по параметру. Ребята, далекий, второй семестр, 28-я лекция, в которой я доказал эту теорему. Почему? Ну, потому что нам в третьем семестре она понадобилась. Помните, мы один раз там дифференцировали по параметрам. Но обещал еще раз передоказать. Ну, давайте передокажем. Еще раз. Так, давайте доказательства. Ну что, опять по тереме Лебега хороший у нас инструмент появился, так легко теперь это доказывать. Итак, пусть у меня последовательность альфа k из a сходится. Да, зафиксировал. Пусть у меня альфа нулевое из a и альфа k сходится к альфа ноль. Ну, конечно, даже для всех неравны. Рассмотрим вот такую вот последовательность. Ох, альфа ноль. Пойдет, коллеги? Хорошо. Ну, во-первых, давайте что? Подгоним под частную производную по параметру. Как это можно сделать? Можно это как-то? Если у меня по условию есть дифференцируемость по отрезку с концами альфа ноль, альфа k. Ну, что, какая там теорема-то связывает функцию ее производную? Лагранжа. Ну, давайте, не применить ли нам теорему по теореме лагранжа о среднем. У нас gk от x есть что, ребят? Ну, частная производная, да? Помогите. Где? по параметру так, на ck для некоторой точки ck, лежащей между альфа ноль и альфа k. Коллеги, как? Серьезно, да? Ну, хорошо, это буду иметь в виду. Теперь немного по-другому давайте с вами посмотрим на это. Что будет, ребят, если мы устремим альфа k как бесконечности? Тогда вот это куда будет стремиться? Значит, тут пока остановился, а теперь вторая часть. по условию у меня gk от x куда сходится? Ребят, если я альфа k устремляю к производной, ну, куда тут? По параметру, да, x альфа ноль. Так, правильно? и вот отсюда, что я заключаю, коллеги, если у меня выполнено вот это? Так, куда я правильно смотрю? Вот, значит, у меня выполнено вот это, и gk от x не превосходит φ от x, правильно? Для почти всех x из e. ну, то есть я вот, посмотрите, вот это применил, да, оценочку, и из определения вот это получил. Коллеги, все понятно? Все хорошо? Тогда можно применить теорему Лебега по теореме Лебега о мажорированной сходимости имеем. Что имеем, коллеги? Ну, давайте я пока запишу, а вы мне поможете, да, я могу вот так получить сходимость к чему? Ну, сходится к вот такому вот интегралу, да, f α x α 0 дмн x. Есть такое дело, ребят? А теперь скажите, пожалуйста, я воспользуюсь вот этим условием, f интегрируемого у меня. И тогда я могу вот у меня интеграл возник. Это у меня константа при фиксированном k. Тогда что я здесь могу интеграл, интеграл написать? А что это такое? Правильно. Это есть iαk минус iα0 на αk минус α0. так, отлично. в силу произвольности альфа-k, сходящийся к α0. Что у нас существует? Ребята, это вот выполнено, да, вот этот предел существует и равен вот этой вот величине. Для любой такой последовательности. ну значит по определению гейна существует равный ну вот. А как предел в левой части называется производный? То есть существует конечная производная точки α0 равна интегралу поздравляю успел давайте ребят следствие я запишу пусть f пусть е вот компакт функция f и ее частная производная по α непрерывно на Е Декартова АВ да тогда у нас что будет выполнено коллеги в каждой точке АВ существует производная более того производная вычисляется вот так а эта функция у меня снова непрерывно значит это интеграл как функция непрерывная ну значит я могу сказать что это функция класса С1 непрерывно дифференцируем на отрезке АВ пойдет коллеги все спасибо лекция закончена да спасибо спасибо спасибо